привет зритель пока ты наряжаешь елочку я тут решила записать тебе уход свой на январь а потом парфюма потом пустые баночки а потом может еще что-то и сама я поставлю елочку видимо ближайшие дня через два у меня тут пена для ванн все никак не заюзается но я планирую сегодня наконец-то принять ванну у меня как-то с этим последние годы проблемно только собираюсь технические причины мои только собираюсь могут воду отрубить горячую ну или еще конфигня короче это сладкие сны пен для ванна есть у меня сегодня будут сладкие сны это подарок от подписчицы лелечки за что и спасибо вот я внезапно прониклась кремом который мне подарила как-то подписчица света из москвы который одно время юзла как крем для рук но он отличный крем для лица причем я не знаю может он дневной или ночной или фиг знает но я его и буквально минут 15 назад перед тем как сядь на камеру нанесла на лицо очень быстро впитывается первые пару применений у меня правда дико щипала кожа но я списала это на то что кожа у меня была супер сухая вот реально он увлажняет хороший такой крем это м ак лайф русский крем рефилин крем крем с комплектом антиоксидантов кератмидов разномолекулярной гиалуроновой кислотой и компонентами защищающими и предупреждающими чувствительность кожи дофига экономичный по моему а может нет я не помню сколько его было короче ну в общем он смотри вот да он дофига экономичный вот так вот закрыл тут совсем чуть-чуть истратилась хотя и вроде тратишься прилично вот вот такой замечательный крем он будет у меня и в январе юзаться так меня тут зубная паста которая на вайтбрис покупала на январь она у меня будет выдавливается она короче черничная вкус такой знаешь как черничная вкус ароматическая добавка в какой-нибудь там йогурте она беловата такая полупрозрачная белая мягкий такой гель не очень удобно выдавливается тут вроде как такая широкая кажется дырочка но не очень широкая выдавливается такой туденькой пылеской струечкой и как-то непривычно я на щетку вот один раз выдавила вроде так нормально ну совсем чуть-чуть с ноготь так с пол ногтя даже по зубам будто пустой щеткой елось чуть побольше выдавил ну приличная такая пенка нежная мягкая никакого мятного вкуса нет если ты боишься что там еще и мята хорошая зубная паста в общем вот тут 220 грамм и я внезапно нашла пасту которая у меня кошка заныкала причем она ее видимо вернула и так аккуратно положила я подозреваю что именно она не тишка была когда у меня в прошлом году с клавиатуры ноутбука на которой мы обычно монтируем в городе видео сняли с ней снялось двумя две клавиши сняли с ноутбука может это тишка был не знаю но суть такая что очень аккуратно как когда уже через два часа думала где бы найти клавиатуру как вот эти клавиши заменяются можно ли их заменить мы не вдруг вернули эти две клавиши и положили рядом с ноутбуком на столе так вот зубную пасту вернули очень аккуратно в раздел в тумбочке под мойкой где у меня стоит стиральный порошок и эту зубную пасту я решила тоже доделать в январе ну сначала и народа делаю на бот пустых банков января потом ту которую до этого показала так у меня детский шампунчик ласковая мама шампунь детский без слез с экстрактом мальвы натуральные экстракты очень хорошие шампунчики сегодня в голову мыла правда я потом на улицу сползла и волосы ну может не совсем еще засохли по большей части пышные волосы можно так это даже иногда раз двое суток мыть волосы нормально так 250 миллилитров 75 рублей стоил что-то я вдруг вспомнила сколько он стоил можно сказать что экономичный там мальвой пахнет так вот как вот если ты зритель когда-нибудь пользовался эфрашевским шампунчиком раньше у эфрашев был шампунь с мальвой вот если ты им когда-нибудь пользовался то вот примерно тот же аромат мальвы хороший шампунчик мне он понравился так почему шампунчик потому что вот самопальный у меня был от на основе от выдумщиков у меня как-то волосы полезли с него стали чувствовать себя вообще будто нет ощущение что-то основа за выдумщиков из самого последнего говна создала если вдруг ты думаешь купить основу для выдумщиков от выдумщиков для для жидкого мыла лежит или шампуня купи какую-нибудь другую в этом флакончике от шарм гринвэя у меня дезик самопальный но сам дезик от гринвэя тоже был прикольный короче тут вода фильтрованная и мятное эфирное масло плюс еще масло эвкалипта она тут была изначально я с мятным маслом фигачила потом у меня мятное масло закончилось а капнула эвкалипта у меня тут где-то половина самопальный дезик спрей если у тебя есть флакончик как спредди ну такой флакончик типа спрей возьми фильтрованную воду возьми туда ну я на глаз капала уже не помню сколько я капала эфирного масла где-то так ну процентов пять допустим эфирного масла от жидкости потряси я перед каждым применением трясу и два-три пшика под мышку больше счастья так это подарок от подписчицы светы корейская пенка вообще-то гель пилинг опио алмазный гель пилинг для лица 100 миллилитров я не знаю может я неправильно читаю может это не опио тут на русском не написано как его читать тут только на латинице очень экономичный хороший тут где-то может еще половина у меня сейчас кольцевая лампа желтого теплого цвета и что-то она мне так глаза дают хотя ее притуши притупила так слегка но не считает 5 лампочек сверху еще тут 100 миллилитров изначально очень хороший нежный пилинг мне нравится иногда каждый день пользуюсь иногда раз в неделю иногда забываю раз в две недели но когда как хорошее иногда я просто смываю мейкап с это вот свой губную помаду хорошо так действует спасибо свете у меня тут бальзам для губ который я использую на выход на улицу бьюти визаж от подписчика сергея спасибо каждый раз выхожу на улицу мажусь и думаю сейчас мои губы омолодятся так он когда скатывается в полосочку когда нет и тоже от сергея сегодня открыла потому что у меня практически закончился но тут совсем чуть-чуть осталось я думаю то уже чисто до конца декабря до юзается а основная баночка уже в пустых баночках это вот гель у меня тут желеобразный алоэ веры вот такой я сегодня открыла это от холики мне как-то я как-то давно покупала холику большие флакончики они тогда что-то я не помню я их вообще покупала на каком-то китайском сайте на озоне может потом мне как-то холику дарил один зритель который не знаю сможет меньше соленит чай он мне тоже дарил а тут от того же сергея холика маленький гелик я сначала думаю блин у меня что-то трое суток такое упортое состояние сегодня башка болела вчера еще тоже башка болела я думаю блин сейчас я его так откручу обну думаю он вообще откручивается и он внезапно откручивается я-то думала ну как бы вот просто закрыл открыл отсобачил и захлопнул как некоторые зубные пасты корейские хороший гелик вообще вот холики мне нравится потом его подобный еще какой-то корейский покупала ла ферма еще что-то но вообще в принципе они как бы одинаковые по большей части только вот хорватский был какой-то желеобразный спасибо сереже буду юзать его в январе мой моя точнее формула тайги грин мама сливки косметические для снятия макияжа череда и корень одуванчика мои сливки мои средства для снятия макияжа с губ переходит вот это вот на январь экономичная хорошая штука я иногда ее пользую как чисто вот молочко за протирание фейса и раньше иногда и пользовала вместо молочка за протирание фейса очень нравится аромат моей кошки то стоит мне только его на открытие нанести немножечко на ватный диск чтобы стереть мейкап с губ как ко мне несется алиска и требует этот ватный диск чтобы его полизать я иногда и выдавлю чисто на ватный диск на чистый ватный диск чисто молочка сливок этих и даю ей и мы вылизываем моя подруга одна говорит что ну алиска девочка не знаю с чем все она вот любит она эти сливки во флакончике из под пули алоэ вера 99 процентов увлажнения питания самопальный лосьон на основе алоэ веры для лица вот как раз на основе вот этого остатков я туда последний раз затолкала что-то прилично налила воды фильтрованной потрясла он такой плотный такой гелеобразный лосьончик выходит если у тебя зритель есть фильтрованная вода ну или минеральная какая-нибудь фильтрованная вода как же вода есть и гель алоэ вера и какой-нибудь флакончик соедини уже и уже потряси и будет тебе счастье ничем не хуже чем просто вот геликом таким протерять фейс очень хорошая штука открыла для себя вот я не знаю когда у меня это было три флакончика таких алоэ вера поле один я подарила подружке в начале года в самом самом начале года а на горас на рождество два у меня оставались и там что-то совсем чуть-чуть оставалось и не выдавить он такой плотный флакончик я туда воды налила потрясла думаю что будет вышел отличный тоник почему он у меня будет юзаться в январе я так его периодически туда алоэ гелях фигачу добавляю воды если алоэ гель закончится вдруг то я у меня там есть несколько кустиков алоэ вера который на самом деле столетник и я его это еще в морозилке лежит листик потом ну несколько листик потому что у меня как-то он случайно благодаря кошке обломился мне его стало жалко на данный момент было некогда им заниматься его морозилку фига вот это средство от при реку от светочки из москвы я им то пользуюсь то забываю это ночной флюид восстановления детокс по большей части я его забывала пользовать но как бы ложусь уже спать думаю блин я же забыла фейс помадать особенно когда вот надо у меня кожа такая сухая он хорошо так ну увлажняет потом смываешь конечно утром умываешься его смываешь заодно остатки лишние но хорошая штука я стабильно про нее забываю сегодня постараюсь не забыть в общем она у меня будет юзаться в этом в январе тоже спасибо светочки тоже штука от светочки я когда ее прыскаю на волосы вот сюда забыла когда не прыскаю надо потрясти она будет однородная я уже приноровилась пшикаю один раз на щетку деревянную для волосы уже в посередине я расчесываю волосы хорошая штучка мне понравилась это у нас что вообще такое бальзам двухфазный моментального действия с экстрактом овса вот несмываемый уход кремик от подписчицы лелечки эвенке увлажнение лавандовый крем для руд для всех типов куши переходит у меня на январь как ты уже понял да я им что-то последнее время пользуюсь именно как вечером меня так идут мимо он у меня тут на тумбочке стоит ты тумбочку не видишь но она справа по борту на вроде в кровати и до мимо после ванны кровати открываю его и намазываю или там еще просто у меня просто и другой кремик самопальный сейчас намажу тоже потому что недавно приперлась с улицы то все он лавандой не пахнет для меня он пахнет ближе к лимону может быть в январе в пустых баночках довольно экономичный хороший кремик не панацея но хороший кремик как говорится про холодной вариант а так еще у меня есть самопальный кремик он заканчивается у меня там есть еще одна заготовка акация по образу и подобию делаю еще в начале года в мае у меня в моей группы травника проверено травника проверено на себе ссылка в инфобоксе есть вконтакте есть группочка такая которая иногда обновляю у меня там окажется был похожий крем самопальное дело тут у меня прополис воск пчелиный кокосовое масло мед что-то еще я в каком-то видео может его уже обозревала может уже где-то говорила может терегу кидала состав и фоточки тут совсем чуть-чуть осталось он у меня стоит на кухне чем когда стоит на холодильнике он такой весь мягкий мягкий когда стоит на кухонном столе он не очень мягкий а когда стоит на окне он затвердевает видимо на окне холоднее всего и чтобы он снова стал мягким его было удобно брать я его ставлю опять на холодильник универсальный такой я его в общем дело себе чисто эксперимента ради как возможную замену кайла дживана который после этого покажу тоже в уходе будет можно увлажнять ноготочки можно увлажнять ручки я его иногда использую как место бальзама для губ или как крем для лица очень хорошо увлажняет лицо кожу вот такая самопальная штука у меня тоже переходит на январь она по большей части ей пользовалась машина у меня где-то там на кухне стоит я большую часть времени декабря проводила на кухне ну и соответственно и ну как бы чаще на кухне было чем в комнате а крем у меня соответственно был там где я чаще была иногда конечно мне вот надо было крем я пользовалась этим но чаще вот вот самопальным мне там еще есть крем который мне сестры подарили на 8 марта два крема который серёжа прислал в посылке вот тот который аллогель подарил еще есть какой-то универсальный лосьон для тела и рук который как-то подружка отдала потому что я аромат не подошел еще есть какой-то крем универсальный для лица и тела который тоже серёжа подарил ну вот что то я вот этим юзалась вот у меня кайлас живан я тогда лоханулась на вайтбрис было непонятно что там нарисовано а когда пришла домой уже после того как обозрела еще даже по моему то видео не монтировала узнала что он оказывается для животных но в каментах написано там типа того что что для животных состав что ли для людей одинаково единственное что не знаю сейчас как увижу нет для животных всем попадается с водичкой она как-то это ну смысле он неправильно хранился у них изначально и на вайтбрис это вот этого джона молли было написано что самый шлежий срок годности обман ложь еще один ш и провокация кайлас живан для животных мелким таким буковками я как-то не обратила внимание когда вот вообще даже на вайтбрис забирала там фиг знаю что нарисовано ну в общем как бы им можно пользоваться но вот эта жидкость она кокосовое масло там видимо с каким-то соком еще но как-то не доходит до нужной консистенции вся такая партия там у всех отзывах всех точнее кому побалась именно партия такая в отзывах на вайтбрис именно все вот такое вот ну ладно хрен си даю зую он у меня будет на январе вот сегодня как раз голову мазала так у меня вот тут такая штучка тут разбиралась полочкой нашла это подарка подпишется света мне кажется на это из той серии ну там были какие-то она мне присылала средства совершенно новые какие-то она но чисто на попробовать она попробовала и не подошло ну как бы мое мнение я не против такого если это заранее говорено они когда у меня была ситуация когда такая она поюзала крем который до этого поюзла одна настя потом другая настя а потом решили все кто поюзал и уже с просрочку такую выдать мне на день рождения тут у нас тоже м ак лайф актив со смазка по-моему она наверное может даже вот так как-то вместе было фиг знает я тут обнаружила и думаю надо это я еще думаю блин чё как ей пользоваться в интернете глянула там по отзывам отзывы конкретно не читала но посмотрела на самом сайте и для нормальной или сухой кожи ее можно использовать где-то один раз в неделю вот как раз сегодня хочу заюзать ну и соответственно она у меня на январь идет так чем у меня тут еще нет еще есть маленький самопальный бальзам для губ который у меня лежит здесь и иногда я про него вспоминаю тут совсем чуть-чуть осталось а можно сказать его можно пустить пустые баночки но он возобновляемый то бишь закончился вымыл баночку соваял новый бальзам год 76 место крема для ног и лосьона для тела у меня такая большая штука на декабрь заявляла она у меня просроченная на три месяца но она была не вскрытая она у меня стояла в запасах я про нее совершенно забыла мне не три года назад и подарила мамина подруга к новому году это у нас иван к увлажнение и обогащение с йогуртом и медом лосьон для тела для нормальной сухой кожи 750 миллилитров он не поменялся в консистенции вообще никак такой густой хороший мне очень понравился я его использую как крем за ног и точечно как лосьон для тела почему точно потому что в принципе давно уже лосьонами для тела как заметила не пользуюсь как бы выхожу из душа у меня иногда спина стянута кажется кожа на спине я им мажусь иногда там кусок ноги стянутый иногда рука иногда полностью намазываюсь чисто потому что вот ну как то захотелось но по большей части его использую как крем для ног хорошая вообще штука мне вообще очень нравятся эйвановские лосьончики вот этой серии эвен кэ у меня там есть еще запасах неполный кусочек флакончик тоже от леречки эвен кэ тоже слегка просроченный как-то мне тогда дарили очень много бальзамов был период жизни а я с таком количестве их ну не использую мне принципе их много как бы ну и вот он у меня на январь заявлен если ты спрашиваешь где же мыло и гель до душа то у меня не мыло неделя зарушила у меня есть новая мыльная основа которая еще не юзала есть еще кусочек мыльной основы твердой есть кусочка твердой мыльной основы я сваяю себе мыла плюс у меня там еще сделано на кусочки мыльной основы от выдумщиков мыло но внезапно размокает хреново мыльцы и кусочками разваливается я не знаю чем связано я как-то у меня разные производители мыльной основы были а тут от выдумщиков учета как-то может мне такая попалась а может у них вот как-то надо к ней какой-то особый подход не знаю как вот читаешь обычно отзывы у всех восторженные такие красивые мылки ну они же красивые только как сделала когда начинаешь им пользоваться но уже как-то странно себя ведет что у меня там самопальная мыло есть на основе от выдумщиков плюс еще кусочек прозрачная это белая основа от выдумщиков прозрачный кусочек основы не помню вообще производителя и как бы сейчас делаю ну и еще кремообразная мыльная основа я хочу на ней потом сделать на основе с добавлением на ее основе с добавлением дегтя березового шампунь для волос но и какой-нибудь такой скраб или гель или и гель и скраб так что у меня вот оно все самопальное просто не достала эту мыльную основу но оно есть уже на канале в обзоре там по-моему покупок с озон вайтберис и как раз вот эта кремообразная мыльная основа там еще мне аня в комментах рецепт оставила как она делает себе скрабик в общем вроде как усе больше ничего не забыла на тут уже духи пошли одни всем спасибо кто осилил да если вы хотите поддержать мой канал подпиской допустим на бусти если вы из россии и при этом любите мунбанк или асмр то вот здесь вот будет облачко можете подписаться на меня на бусти асмр 200 рублей в месяц получайте вот как бы более более частый выход асмр но и у вас будет предварительно более ранний доступ чем у остальных людей и на мунбанке 300 рублей в месяц аналогично асмр допустим более частый выход мунбанков но и более ранний доступ к видео мунбанком если вы думаете что это будет выходить исключительно на бусти то нифига подобного то я все заливаю с ссылкой по по доступу по ссылке на ютуба потому что мне кто-то в каментах писал с таким подколом что типа неужели ну типа у тебя больше не будет асмр кстати вышел недавно асмр буквально несколько дней назад если интересно можете глянуть в плейлист обновил обновленный асмр типа неужели у тебя асмр будут только на бусти там у меня сейчас три платных подписчика это меня очень мотивирует и поддерживает и я на данный момент собираю денежку на новую камеру как на которую можно снимать даже минус в минус 32 на улице зимой и вечером тоже и соответственно просто она очень крутая со стабилизатором она намного меньше чем sony и удобнее брать с собой ну и как бы если вы решите меня поддержать немножко то я буду очень вам благодарна мне сейчас не хватает где-то 11 с чуть меньше ну где-то 11 чуть с половиной тысяч на нее так вот благодаря вам соответственно потом тем кто поддерживал будет потом список донаторов в обзоре этой камеры когда она наконец-то приобретется можете кинуть на меня биткоином на донатейшн алиц на карту виза либо вкп либо на юмони и вот все это вот здесь будет вот здесь вот как раз я сижу вот так вот там вот и спасибо за просмотр пока эй зритель поставь лайк пожалуйста